Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, я думал, там должно быть столько много людей уже собралось, они меня ожидают, но я сам был в порядке Место, где я живу, где я остановился, это примерно 15 минут отсюда на машине Но в итоге сегодня я на это потратил... ну, не знаю... Сейчас мы уже здесь, так что давайте это сделаем Потому что на самом деле не имеет значения, как я себя чувствую Я в порядке Как вы себя чувствуете? Вот чем вопрос Я тоже в порядке Я тоже в порядке Я тоже в порядке? Да Так это и есть результат В этом-то и результат Ноль это результат Да, все, что ты говоришь, очень понятно То есть я просто устала уже слушать одно и то же Все, что ты говоришь Все, что ты говоришь, очевидно Это просто очевидно и очень очевидно Но, знаете, я уже устала от все это повторять и повторять, что ты повторяешь Я просто устала Это ум устал Это ум устал, это ум устал это слушать, потому что все твои идеи, представления, они не хотят слышать постоянно, что их нет, что они не настоящие Уму не нравится слышать, что он ничего из себя не представляет Что ума на самом деле даже нет Это даже не ум устал Это не ум, это ты Это ты на самом деле не хочешь принять, что ты не существуешь как нечто отдельное, как некое независимое существо Ну вот здесь у меня возникает сопротивление, потому что я как раз таки все, что я слышу, я очень легко принимаю Я не испытываю сопротивление всем словам, всем идеям, которые он говорит Мне кажется, что это очень легко мне ложится, но это не становится моим внутренним опытом, то есть я просто это принимаю на веру Я думаю, что все, что ты говоришь, даже сейчас, я не имею на веру Я верю в все ваши слова, но все, что для меня ваши слова очевидны, и я согласен с ними, но это не моя опыт Но не все Ну, у нас все сводится ко мне, а кто, потому что кто собирается понять, кто собирается наконец-то что-то пережить, я? Да, это понятно, это вопрос-то есть, я очень много раз задавала, он настолько предсказуемый почти Я спросила себя много раз так много раз эту вопрос А каков был ответ? Никто, но мне не было при этом смешно Ответа была никто, но я не чувствовала вообще смешно Я не смешивала вообще Конечно, потому что никто, я никто, я никто, я никто, я не могу быть никто Ну, конечно, потому что я никто Да, ну ладно, как это я? Могу быть никем, ну как же это? Наверное, все-таки не так И ты обратно цепляешься за старой формой отождествления, какие они там были Это отсутствие ответа на этот вопрос, и есть ответ Результатом поиска является то, что ты ничего не находишь Я ничего не нахожу, но мне не становится смешной, для меня это какая-то проблема То есть смех стал каким-то камнем преткновения, я все время жду, что будет смешно Да, и у меня еще один вопрос как бы про смех Я вот подумала, ну я как бы какое-то объяснение этому еще И я бы хотела спросить, вот, ну, есть люди, которые там курят траву, и им становится очень смешно Это можно как бы соотнести, это может быть похоже на просветление? И дело в том, что... И сколько я не пробовала курить траву, у меня... Все просто лежали в этот момент, там, дрыгали ногами, со мной ничего не происходило Я думаю, может быть там у меня просто диагноз, что я там непригодна для просветления В смысле здесь все смеются, да? А вы не смеетесь? Нет, когда накуриваются, все смеются, а я не смеюсь, и я думаю, может быть это диагноз у меня Но вы же не курите, да? Ну я пробовала курить, но сейчас нет, а сейчас не курила Я думаю, что... Также, это как комплимент к последней вопросе Что с людьми, которые смеют ганжа? Я знаю, что они смеют, и они смеют много. Эта ганжа из ганжа, это же самое, что это ганжа, когда вы себя осознете? Нет Потому что вы знаете, я видел некоторые опыты с ганжой И все были смеются, но я Так что я думаю, может быть, что я не могу понять это Чтобы смеяться, потому что я не смею здесь Я не смею из ганжа Что происходит с меня? Кто ты? Кто это ты, которая все испытывает? Кто сейчас разговаривает? Кто не находит? Это разочарование из-за того, что ты никак не находишь, никак не доходишь до этого, но ты не можешь В этом проблема духовности Промешают тебе, я не знаю, Тебе обещают духовности некое сверхъестественное событие, просветление, но это неправда Такого нету Духовность иногда предлагает тебе просто иллюзию Подождите, пока ты просветлеешь Ты станешь кем-то вроде супер-женщины Так не будет Ты будешь продолжать переживать совершенно обычные человеческие опыты Я не хочу ничего нового, я хочу только засмеяться Я хочу, чтобы мне стало смешно То есть есть какие-то вещи из того, что ты говоришь, которые мне очень близки, например, там Что все происходит само собой То есть мне не нужно это объяснять, я с детства как бы так воспринимаю мир Но смотри, это же просто идея Что при постижении истины происходит смех Начинают смеяться как сумасшедшие Но при этом я тоже не чувствую, как там люди чувствуют, что тело растворилось Они почувствовали, что там себя единым со всем Таких переживаний я тоже не испытываю В таком случае я не имею никакого испытания Люди говорят, что тело растворилось Это целый путь Я целый Все это нанесенство Они не знают, о чем они говорят Это все вообще-то чушь Эти люди сами не знают, о чем они говорят Если ты действительно, действительно, действительно Восстание Ты не скажешь истории Никто не скажешь Ты продолжаешь Вести совершенно тихую, спокойную, обычную жизнь Ты даже не любишь быть бомбардированы Таких вопросов Таких вопросов Таких людей Я говорю тебе Почему ты не рассказываешь Потому что на самом деле Это не так уж приятно Обладая этим пониманием Постоянно находиться окруженным людьми Которые все время тебя спрашивают Спрашивают, спрашивают Это не нечто, что можно будет показывать Какому-то, проявлять Это нечто, которое вы можете найти от всех Потому что люди думают, что вы но это скорее нечто, что стоит слегка так скрывать от остальных, потому что иначе люди будут думать, что ты немножко того. Понимаешь? Это не некое сверхъестественное событие или мероприятие. У меня есть ощущение, что я просветлена, но вот эти факторы, то, что я не смеюсь и то, что я не чувствую себя единой со всем миром, дают мне обратную связь, что это не так. Я имею в виду, что я освещена, но для меня есть эти два фактора, где нет слегка, и я не чувствую эту сверхъестественную. Для меня отсутствие этих двух факторов как фидбак, что что-то ошибка. В принципе, да, единственное, что не так, то, что ты думаешь, что ты просветлена. Потому что все, что ты думаешь, это не так. Все, что ты думаешь, ничего из себя не представляет. Не важно, насколько точны и правильны твои мысли. Не важно, насколько твои мысли возвышены. Даже если ты постигаешь истину, и после этого появляется мысль, «я постиг, я понял, я осознал», даже эта мысль, это только мысль, и она исчезает через секунду. Правильно, просто ты должна понять, что просветление – это не что-то, что произойдет, это не некое переживание. Это тогда, когда ты воспринимаешь все, что есть, таким, какое оно есть, без приукрашивания, без декорации, создающихся в уме. Просветление – это как раз и есть исчезновение этого некто, кто хочет просветлеть, потому что хочет просветлеть мысль. Как мысль может получить просветление? А как же все эти красивые истории, и у Цезаря, и у всех остальных, кто просветлел, когда они четыре дня, они не ели, не пили, у них были какие-то невероятные ощущения? Но это было мое переживание, мой опыт, но у тебя не обязательно должно быть так же. Я бы никому не пожелал отправиться в Индию, чтобы там произошло это осознание, потому что находиться в этой стране – это, знаете, не самое комфортное место для пребывания. Я вообще не знаю, кто в своем сознательном, пребывая в здравом рассудке, захочет себя поставить вот в такие ситуации, в такую среду, которая характерна для этой страны. В этом-то и суть, что ты сейчас ищешь какой-то пример для сравнения. Меня никогда не притягивала сама Индия, просто меня притягивала истина, и мне кто-то сказал, что именно в Индии я смогу ее найти. Получается, что ты все время ищешь какие-то примеры для сравнения, точки отсчета. Я вообще-то не говорю о Цезаре, который что-то переживает, или что там Романа переживал, или какой-то там еще один Супермен что-то переживает. Ты можешь увидеть сейчас, что единственное, что у тебя есть – это вот это, и вот это оно и есть. Единственное, что у тебя есть – это данный момент, который является совершенным, как раз таким, какой он есть. Вот этот момент, осознавание этого момента, и то, что осознает этот момент, это все одно. И все. И ты начнешь смеяться, то тогда, когда ты увидишь все эти свои усилия и попытки просветлеть. Вот над этим как раз и смеются. О, Господи, чем же я занимаюсь? О чем же я думаю? Что я ищу? Потому что все уже есть. Вот оно. Все уже есть прямо здесь, прямо сейчас. И ты сейчас вот такая, вот так себя чувствуешь, потому что твоя идея себя не реализовывает, она как бы не воплощается. И ты видишь кого-то, меня или еще какого-то просветленного, и сравниваешь меня с собой, и говоришь, вот я так, как он не чувствует, я так, как он не воспринимает, значит, я еще не там. И сейчас же смеешься. Все равно. But, in any way, she didn't finish. She didn't finish. You didn't finish. It's finished. It's finished. You don't even have to start. It's finished already. Все, это уже конец. You don't even have to. You don't have to start. You don't have to start. Ты? Ну, все равно, сейчас у меня опять ощущение, что как бы ты ждешь, ну, ну, моя там идея, понятно, что ты ждешь, что я засмеюсь, и как бы я, ну, типа, зачет получу, что я все, иду, все, довольна, что, да, я засмеялась, все, у меня получилось, и вот это меня как бы опять останавливает. But still, even now, there is the idea that I have to laugh, and this laughter will be like, I have passed the exam, you know, that you are waiting for me to laugh, and if I laugh, it means that I got. You did it already. You were laughing about what you were thinking and saying, also. And this is it. Laughing about what you call yourself. Which is a noise in your head that sounds like Russian. This is me. There is no me. Apart from a thought, there is no me. Apart from thought, there is no mind, there is no I. You want a certificate now? Enlightened being. You passed exam. Who passed exam? And who is enlightened being? There is no enlightened being, sweetheart. There is no enlightened being. They don't exist. They are an illusion. The non-enlightened being is such an illusion. Both are an illusion. Both are a thought form. That's all. And who is not enlightened? What is me? Who is enlightened? It's me. It's the same thing. The non-enlightened being is such an illusion of the absence of the individual self. The non-existence of a person. Nobody is here. Nobody is here. It's the same thing. Nobody is here. Talking to nobody. Nobody is talking to nobody that nobody is here. Здесь никто говорит никому, что никого нет. Ничто рассказывает ничто, что ничего нет. Я слышала это много раз, но опять же я не могу чувствовать, я не могу испытывать. Я внутри себя разделяю. Кто, 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 кто. Кто, кто. Ну вот я внутри себя разделяю, есть мысли. Нет, нет, ты сейчас посмотри. Have a look. Look for the who. Пойщи эту кто. Look for Mrs. Who. Эту мисс кто? Мисс Я. Поищи ее. Ориси. Ну и где она? Ориси. Что она из себя представляет? Рива-ривен. Есть там кто-нибудь? Вот смотри, это оно и есть. Ты свободна от мыслей. Мыслей нет. Ты просто от концентрации требует. Если начинаешь на этом концентрироваться, какое-то время это продолжается. Мыслей нет. Но это требует какой-то концентрации. Для того, чтобы не быть там, совсем не так. Концентрация – это еще одна мысль. Концентрация – это работа ума. И это некое напряжение. А внимание – оно происходит без напряжения, без усилий. Внимание и означает сознание или осознавание. И это просто есть. Забудь о просветлении. Расслабься. Забудь о просветлении. Обо всем забудь. Потому что все это бесполезно. Не нужно напрягаться. Тишина, никаких немыслных ощущений, но и смеха нет. Смотри. 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 Ты смеешься и говоришь. Не смеюся. Нет этого смеха. Не так, как другие. Смотри. Но я не плачусь, как другие. Давай. Пожалуйста. Только можно. Оно не звучит как слова исполованного ребенка. Но все-таки это мое мороженое. Оно мое, но не такое, как у него. Не такое большое. Это о чем-то более глубоком. И более простом. Ты говоришь. Ты говоришь. Ты говоришь. Субтитры создавал DimaTorzok You cannot be laughing all the time, you know? Okay, okay, I know what you mean. Anything else? I don't know, otherwise... See, you can stay there, I'll explain you why is it that you are here tonight in this whole... Sorry, you mean her or everybody? Why is it that you are here tonight? Sorry? Why? Why are you here? Why is it that you are here tonight? I don't know. I can't do this. I'm sorry. I can't do that. I can't do this. I can't do this. I can't do that. Why are you doing this? Субтитры делал DimaTorzok 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 Представь, что сейчас ты спишь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Абсолютно ничего, правда? Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 что вот это никогда не было создано, оно на самом деле всегда было здесь. Единственное, что иногда ты это осознаешь, сотворенно, иногда нет. Так вот, есть то, что существует. Есть содержимое, то, что содержится внутри, в этом существовании. И присутствует осознавание этого. И все это не отдельно друг от друга. Это некая единая масса. Это одно целое, неделимое. То есть не существует, как вот этот видящий, видимое, и процесс видения, оно не существует отдельно. Нет такого переживающей, некое переживание, и процесс переживания. Это все одно целое. Что происходит, я не знаю почему, но каким-то образом, внутри тотальности, внутри сущего, нечто возникает, а именно отождествление с формой. Отождествление с какой-то отдельной формой, которая, как и все остальные формы, содержится в тотальности. И вот это отождествление с формой и создает мысль, создает идею, я, вот это тело. Но это остается идеей, это только идея. И здесь некого винить в этом. Так происходит. В этом нет ничего такого. Эго просто имеет место быть. И эго просто иногда исчезает. Нет никакой миссии. Здесь некого винить. Потому что здесь никого нет, кого можно было бы обвинить. Видишь? Ты можешь это увидеть? Among all the things that in life simply, effortlessly happens, и среди всех вещей, которые в этой жизни просто, без усилий происходят сами по себе, is the appearance of the ego. Одна из них — это видимость эго или появление эго. Это идея разделения. Now, this, which is an object, this, which is the scene, и тогда получается, что вот это, то, что видится, объект, it seems to be the seer. Кажется, что он видящий, что это он видит, этот объект. And that creates a variety, you see? I and you. The subject and the object. Субъект и объект. The seer and the scene. Видящий и видимое. It's just thoughts. Но это все только мысли. So the seer, the experiencer, переживающий, is a thought form. The person, what has been born, is an idea. Вообще, единственное, что рождалось, когда бы то ни было, это идея. It's only a thought. И все это только мысль. Когда человек просветлевает, все эти идеи не остаются, просто он начинает их замечать, как бы он понимает, что это идея, появляется четкое ощущение, что это не я. When enlightenment happens, all such ideas, they don't disappear, there is just understanding that all this is simply ideas. Yes, they disappear. Wait a second. Wait a second. See, all ideas disappear, all concepts disappear, all beliefs disappear. Все идеи, концепты, убеждения, в конце концов, исчезают. Thought goes on happening. But the idea that there is somebody thinking the thought, it disappears. So, mind remains there as a tool of expression. И ум остается как инструмент выражения. Как часть тотальности. As something that cannot not be there. but with understanding that there is no one that is thinking. There is no worry doing anything. That life is a effortless event that is just happening. that is not happening that is not happening to anyone. And then you rest. And then you rest. The mission stops. Seeking stops. Sense of guilt stops. Sense of responsibility and duty also stops. чувства чувства ответственности, чувства долга уходят. There is nobody there. There is nobody there. There is nobody there. There is nobody there. This is why we say no one can ever get enlightened. because no one ever existed. Because no one ever existed. It has been just a thought. A person is a thought. The story of a person is a conglomeration of thoughts. When I am listening to all that now, all your words they are becoming images. And I think that these images which are being created on the way you are talking these images are preventing me. They are. They are. Because I am talking to you and the mind says I am talking to you and the mind says and this player show in front of you. Which is the wall between you and what happens. They give you the impression that what happens is separated from you. And it's okay. These images can be there. Who cares? на самом деле неважно. Ну пусть эти образы возникают. Are they real? Они настоящие? Они реальны? Или это просто образы? Thought can be there. Мысли могут происходить. Are they real? Они настоящие? Are they also images, imagination? Или мысли чаще всего это только игра воображения? Когда ты знаешь, что такое ум, ум больше не создает из себя проблемы. Можно еще один вопрос? Можно я сейчас прошу? Я внутри себя как бы разделила. То есть вот есть тело, есть ум, и все это не я. И вот как бы при этом в итоге-то все это я. То есть вот как это объединить? То есть я очень четко пытаюсь это отделить. Как бы говорю, вот тело, да, вот оно происходит что-то с телом, там какие-то ощущения, но это все равно не я. И пытаюсь смотреть на это со стороны. То же самое с мыслями. То есть я наблюдаю за мыслями. И вот... Can you explain me something? Now you are talking about three things, seeing, 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 and the seer. Like, they're one and the same. But in my case, what I've been doing all this time, I was trying to separate. There is the body and I'm not the body. There are thoughts. I'm not the thoughts. So I was trying to look at thoughts and at the body from a side. So my question is how to put them together. How can you put them together? They're already together. How can you put together the space and the people that are in this space? It's nothing that has to be done. This is important to understand. There's no practice that you can perform. It's an absurd. Behind the practice there's an idea that the whole thing is not the whole thing is not already there. It's not already one. but the job is not done. It's not already done. It is like go to the ocean with a big container of glue and then you try to put together the waves and the ocean. And you try to put together the waves and the ocean. Can it be like that? Are they separate? it's not separate? It's not separate. It's not separate. There's no separation. There's no separation. There's no even unity. It's also a thought. that's what I'm trying to say. It's not separate. It's not separate. It's not separate. And when the mental activity is happening in the seeking you believe that you are the mental activity. Can you see that? That the identity with this mental activity creates an idea of a self and it's not separate. There's no practice that can possibly help you to realize the truth. It's a contradiction itself. Why do you practice? Because you think that the whole thing is not already there. we think that the whole thing is not so what creates a practice? An idea. So how can something that is prompted by an idea remove the idea? It's not possible. My brain has switched off. Yes. There. I mean, relax. Relax. And you are just conscious. of what is already effortlessly simply happening. It's not possible. You are just conscious. That's it. That's it. Оставайся вот так, как есть. Происходит какой-то спарклинг, как ты говорила, что внутри эти пузыри какие-то поднимаются, и что-то всё время мешает им выйти, как будто есть шанс, что я когда-нибудь заржу. Видимо, это сегодня. Престань даже надеяться. Сколько можно надеяться? Я буду. Вот это я буду означает будущее. Сейчас ты улыбаешься. И всё. Господи, не надо всё это усложнять. Уже целый час. Спасибо. Пойдёмте здесь, близко. Не уходи далеко. Пойдёмте. 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 Ничего не делай. Ничего не делай. Почему нет? Не, не, не. Не, не, не. Не может быть так хорошо. Не могу чувствовать себя так прекрасно. Это же не я. Это же не я. Я какая-то другая. Я вот обычно в таком-то настроении. Я — это обычно какая-то определенная идея, какая-то определенная картинка, образ. То есть мысль появляется, мысль как образ меня. И эта мысль, она ударяет, она пронзает мозг. И эта картинка, этот образ наплывает. Это мысли, которые стимулируют твой мозг и создают какое-то настроение. какое-то определенное. Какое-то определенное. И я предпочитаю говорить, что вот я такой, я такая. И если у меня, допустим, образ себя вот такой, если там что-то попытается проявиться, совершенно другое. Да. Проблема вот как раз в этом. Ну и где проблема? Ну и где проблема? Ну и где проблема? Где она? Сейчас как будто бы ее действительно нет. Правильно, ее и нет. Вообще проблем не бывает, даже если ты думаешь, что они есть, все равно их нет. Все это только мысли. Все это только мысли. Опять поехали. Я уже не могу смеяться. Я не... Я не могу смеяться. Вернее, я не могла смеяться уже около трех месяцев. Что я имею в виду? Потому что вот такое ощущение, что наплыло как раз вот состояние негативного ума, и я постоянно это проживаю вот в голове, то есть в теле. И... На самом деле, просто меня это состояние измучило, и я пришла... сюда, чтобы как-то прояснить вот этот вопрос для себя. Как я впадаю вообще вот в это все? Вот в это негативное состояние ума. А вот это некое определенное состояние. И я смеяться за него. А вот этот некий определенный настрой вы подобрали где-то снаружи. Когда-то у кого-то научились. Снаружи. От кого-то. Мы копируем и повторяем, копируем и повторяем. Такие психологические шаблоны поведения одни и те же. Да, ну меня это просто уже сейчас достало, потому что я перестала вообще-то спать практически, да. И у меня вообще-то вопрос такой. Уже три месяца, да, вот такое чувство, когда... Вообще-то вопрос такой. Мне страшно оставаться наедине с самой собой. Как только я остаюсь наедине сама с собой, у меня в голове возникает куча, просто немыслимая куча мыслей. И просто он сходит с ума. В теле, просто в теле трясучка. Нет покоя. Нет покоя. На самом деле это не так, что мысли вас беспокоят. Вас на самом деле беспокоит и волнует. Это ваша попытка избавиться от мыслей. И вы все-таки верите в эти мысли. Вы думаете, что они реальны. И все эти ваши настроения, ваши чувства, ощущения. Но в этом всем нет ничего такого. Нет ничего страшного. Даже если чувства, эмоции, мысли, даже если негативные. В них нет ничего страшного. И это все никак тебя не беспокоит. Что на самом деле создаёт страдание, это внутреннее возмущение, внутреннее состояние сопротивления. Да, я это чувствую. Здесь очень тяжело. Когда я пытаюсь оттолкнуться от того, что я переживаю. От своих мыслей, ощущений и так далее. Я, допустим, злюсь. Я хочу радоваться. И я пытаюсь, я стараюсь перестать злиться. Или я думаю. Не хочу думать. Не буду. И пытаешься вот так вот отпихнуть эти мысли. Да, это так. И всё это сопровождается неосознанным напряжением. И из-за этого напряжения, это напряжение, есть страдание. Это внутренняя борьба как раз и создаёт все эти ощущения в теле, все эти дискомфортные ощущения в теле. И в итоге страдание. И вот такая вот зажатость какая-то, как будто бы комок какой-то в тебе появляется. Да, я это осознаю и я это чувствую в теле. И борьбу эту. И глубокий конфликт. И у меня такое ощущение, что что-то хочет вырваться наружу из меня. Что-то, чего... Ну и... Я не понимаю, что, но что-то... И сопротивление. Чему? Я не понимаю, чему. But there is a conflict because I feel that there is something inside me and it wants to come up. It wants to, like, become free. Как будто... Нет... It's like I want to let go of something and still I cannot. There is something there that is already free. Есть нечто, что уже и так свободно. Знаешь, что самое интересное? Знаешь, что самое интересное? Что даже усилие, даже напряжение, которое создаётся за счёт неосознанной мысленной деятельности, даже это напряжение создаётся без напряжения. Если ты просто будешь внимать, направлять внимание, тогда что бы ни было, оно будет просто происходить. и ты просто будешь, как ты есть, осознавая происходящее. Вот это оно и есть. Даже если есть усилие, или если ты чувствуешь это напряжение, не нужно напрягаться, чтобы перестать напрягаться. Даже если есть сопротивление, не сопротивляйся этому сопротивлению. Не нужно возражать тому, что ты чувствуешь. Потому что всё это не отдельно от тебя. Ты не можешь от этого оттолкнуться, ты не можешь это отпихнуть. Если ты просто оставишь то, что ты чувствуешь так, как есть, оно просто какое-то время будет проявлять себя. И за счёт выражения себя оно истощится. С тобой же ничего не происходит при этом. Да, я отметила, что хотя я и не сплю, хотя я чувствую там боль, хотя я чувствую различные чувства, допустим, которые говорят, что это страх, допустим, да, что это, ну, по телу проходят какие-то волны там, но ум, скорее всего, говорит, что это страх. И я просто, например, ложилась и пропускала через себя всё это. И потом вдруг всё исчезало. Да, я наблюдала за теми мыслями, как бы чувствами и прохождением какой-то энергии в теле. И потом удивлялась. Боже мой. А мысли были такие. Я умираю, да? То есть всё, пришла смерть какая-то. И что за смерть? И вдруг я после какого-то времени вижу, что есть что-то есть, которое... Ну, кто умирает? Я не знаю. Я же есть, вот я же есть, я опять живу, и я продолжаю жить, несмотря ни на что, вот... в таком... ну, в общем, запутка такая. В чем запутка, я не поняла. В общем, я мог бы заметить, что во время три месяца, когда там была страх, там была боль, там были какие-то негативные thoughts, somehow, я смогу быть в том, что все это было. И иногда я даже мог бы чувствовать все эти боли через моего тела. И я мог бы видеть, что здесь есть что-то, и что-то это что-то, это знамо. И иногда иногда эти негативные вещи были так огромные, что я думал, что я буду смерть. И я решил, что это не может смерть, что это не может смерть, что я вообще не могу смерть. И потом, после некоторых времени, я мог бы видеть что эти негативные вещи остались, и что-то еще есть. И что-то еще есть. И она продолжалась, и я не мог бы следить, но в конце концов, что еще есть какая-то конфуция. Вы по поводу путаницы еще раз повторите. Я не перевела, в чем путаница. Путаница в том, что я... Да, трудно даже сформулировать, в чем это путаница. У меня такое ощущение, что я потеряла вообще связь. Связь с собой, с миром, интерес всякий, какой-то, который был раньше. То есть, на самом деле, не за что уцепиться. У меня такое ощущение, что я не на небе, не на земле, где я нахожусь. И вопрос-то в том, что каждый момент времени, то, что меня раньше интересовало, чем я жила, какими-то чувствами, сейчас как будто все исчезло. И я вижу, что я, даже если это все исчезло, я продолжаю жить в этом теле, я существую, но нет этого интереса. и такое ощущение, что жизни нет, хотя я вижу, что жизнь продолжается. То есть, конфликт какой-то вот в этом. Что-то умерло, вернее, практически все умерло во мне, но одновременно я существую. Вот здесь вот для меня, ну, путаница и конфликт, то есть, ясности нет. Для меня ясности нет вообще сейчас. Сейчас. The way I was experiencing life before, now it's not happening. And, like, in each moment, I don't have any interest, and it's like, I don't have desire to do something, and still, I can clearly see that I do something, and that life continues by itself. But the conflict is, and the question is, how is it possible that all my interests are not there, I am not interested, and still, everything is going on. It's possible. It's possible. because you still cannot believe that life happens by itself. That there is a need for a desire, or for an effort, or an intention, or something, for something to happen. That's not true. And this is the life I'm talking about. It's not a life now is effortless, it's a recognition that there was never any effort. there was never anybody in control of anything. It is like, like painting a switch on the wall, you paint it. And you're pushing that button. What you call, oh, I am in control of that, is simply because it's happening the way you like it, but... but not because you are in control. And then, when we start losing control, we freaked out. What is happening to me? Oh my God! Oh my God! Because I believe I'm kind of a wonder woman, or one superman, or something, that is in control, or in charge of something, and it's not true. But you are already experiencing that. I don't have any intention, I don't have any desire, I have no interest whatsoever in anything. And yet, activities, the activities of the body go on happening automatically. And together, the activities of the body continue to live. And so, see, if you go on just as you are, you will find that, this is amazing, you are the intelligent principle, that is running the entire universe. that is not making any effort. It doesn't need to make an effort to make things to happen. It doesn't need knowledge to know how to make the brain to function. It doesn't need knowledge to know how to make the wind to blow. It doesn't need knowledge to know how to make the immune system to work. It doesn't need knowledge to make the immune system to work. Without knowledge. Without knowing. Without knowing. Without intentional desire. Without intentional desire. Without any interest. Without any interest. It's running this meaningless existence. It's like a tree. It's as a tree to grow. It is like grass. Like grass? Like plants? Sorry. Like plants. They just grow by themselves. Куда ветер дунет теперь, где-то я не нахожусь. Я взялся с ветром, где ветром идет. Да, но это организм. Это есть организм, который функционирует. Он управляется каким-то разумным принципом. Но есть идея, что этот организм сам что-то может сделать. Поворачивать направо или налево, как ему угодно. Так не есть, это не так. Эта штука даже не осознает, что она существует. Есть нечто, что осознает тело. Но тело не осознает само себя. На самом деле, ты — это не листок, который уносится ветром. Ты — это ветер. Ты — это. Ты — это Это двигает всё вот это без определённой причины. и когда я так говорю все идеи опускаются не рушатся все твои убеждения все во что ты верил ему не оставляют места карма, destiny, free will, God, heaven, hell oh my God карма, судьба, перевоплощение Бог, рай, ад это все теряет свой смысл потому что все это на самом деле не имеет никакого смысла все что есть в данный момент вот этот чудесный настоящий момент это совершенное переживание вот это оно и есть все к этому сводится больше ничего нет нет никакого будущего нету прошлого даже настоящего нет ни кармы, ни судьбы ни свободной воли нет никаких секретов нет поиска нет свободы нет освобождения вообще ничего нет ничего нет все это только идеи а если все это идеи они не могут быть истиной если это мысль она не может быть правдой просто возможно потребуется тебе какое-то время чтобы ты к этому привыкла ты может быть может быть о мой Бог и тогда ты думаешь ой и тогда все границы и все мудрости в мире всякое разное с тобой может происходить какие-то волнения тревоги переживать по поводу судьбы мира или чего-то еще даже это в конце концов уйдет почему все-таки так а почему не так все уйдет как же так может быть ну как это жить без желаний надо что-то наладить надо что-то поменять в то время как ты напрягаешься думая о том что бы сделать все и так уже происходит без напряжения без усилий с твоей стороны в то время как ты пытаешься стараешься с усилиями и так все происходит ты это существование без формы невидимое существование которое сидит в этом самолете под названием тело и оно выглядывает из этих окошек в то время как весь этот самолет это тело двигается на автопилоте мне это нужно было осознать что я никто это не так что я никто что никого нет есть разница потому что ум пытается там свести концы с концами ум не может ничего понять потому что ум это всего лишь идея всего лишь мысли а идея не может понять что ее нет и поэтому там вот такое происходит потому что идея пытается понять как же это меня нет все-таки как с этим умом чтобы как-то научиться растердистилляться получается что ты не можешь отсоединиться от ума ты просто в какой-то момент начнешь замечать как мои мысли превращаются в меня как я становлюсь своими мыслями для этого ты ничего не будешь делать оставляй все как есть в голове очень много напряжения и вот это напряжение оно сводит с ума что ли и вообще вот как мысли такие что я сойду с ума или у меня состояние сейчас шизофрении там диагнозы ставлю сама себе типа не пойти ли к тебе к врачу вообще ну то есть на самом деле вот чисто в голове конечно это ну сумасшедший дом и три месяца я честно говоря ну как я от этого устала как-то ну это очень тяжело просто такое впечатление что постоянно вот там вот постоянно откуда это вы нет покоя абсолютно нет покоя абсолютно это нормально и я думаю может быть мне нужно идти к доктору но проблема в этом ментальном состоянии и оно там проблема даже не в состоянии ума не в том что он сейчас вот такой вот проблема в том что есть отождествление себя с этим так должно происходить именно этот момент очень важно понять так должно происходить по-другому не может быть вот это вот все напряжение но оно создаётся только мыслями как-то принять принять как-то ты обнаруживаешь ум ты уже его обнаружила ты уже осознала иллюзорность ума я имею ввиду как все эти твои концепции идеи представления и так далее то есть ты уже осознала их как нечто ложное фальшивое и сейчас вот именно все эти идеи вся эта кучка идеи пытается бойкотировать твою жизнь они носятся и как бы бьют твой мозг ударяют в твой мозг и создают вот то что ты сказала это меня сводит с ума и это ощущается как-то в теле а из-за того что есть отождествление с телом ты говоришь они меня сводят с ума это я схожу с ума но если же ты просто будешь это осознавать тогда вот это сумасшествие то как мысли носятся по кругу оно может происходить там просто психбольница может происходить внутри ты четко знаешь что ты не это что ты это видишь что ты это только осознаешь и это просто еще одно переживание в сознании и это переживание в действительности ничего тебе не причиняет оно никак тебя не беспокоит но тебе даже не мешает что мешает это неосознанное напряжение попытка все это прекратить вот это твои усилия старания в них проблема потому что возможно ты можешь сама заметить что весь этот сумасшедший дом он тоже начал происходить сам по себе а намерение этот позыв как-то это изменить тоже произошел сам по себе потому что есть такая привычка контролировать но на самом деле у нас никогда не получалось контролировать но привычка это есть как-то влиять на ситуацию как-то менять то что с нами происходит и вот в этом медитация или созерцание это осознавание происходящего без усилий когда ты осознаешь и при этом не напрягаешься и все вот это плохие штуки они должны проявиться но когда ты четко знаешь что все что проявляется это ничто и что оно ничего тебе не причиняет тогда ты можешь спокойно сидеть расслабившись прямо посреди этого сумасшедшего дома как у тебя дела? ну у меня все в порядке тут конечно куча всего происходит но это тоже нормально и тогда получается что может происходить что угодно и снаружи и снаружи и внутри потому что что бы ни происходило ничто не происходит с тобой ты всегда только осознаешь происходящее и при этом происходящее не отдельно от тебя поэтому ты с ним ничего и не можешь сделать ты не можешь как-то прогнать это происходящее оно уже в тебе это ты поэтому любое напряжение означает страдание или усилие в плане старания напряжение усилие это и есть насилие то здесь у тебя может быть сумасшедший дом а при этом будет полная расслабленность в теле не будет никакого чувства дискомфорта или напряжения или же ты можешь испытывать какое-то очень неприятное физическое состояние но при этом будет совершенная расслабленность то есть не будет напряжения ты просто будешь знать я вот это осознаю и все оно такое какое оно есть каким я его осознаю ничего больше ты четко осознаешь что ты это просто осознающее существование которое осознает нечто что происходит внутри него же мне очень нравится смотреть на эти лица здорово правда прикольно когда мы как-то отбрасываем все эти свои идеи убеждения и с нами вот такое происходит нас попускает в конце концов вот это оно и есть что-то происходит есть осознавание происходящего есть то что осознает все происходящее то есть видящий видимое процесс видения это одно если это одно то как может кто-то быть конфликте с чем-то кто-то может пытаться кем-то или чем-то управлять кто-то оказывать сопротивление чему-то или кому-то страдание страдание возникает за счет идеи и тогда и появляется что я хочу чего-то или я хочу избежать чего-то я хочу чего-то стремлюсь к чему-то и ты искренне веришь что когда ты этого достигнешь тебе будет хорошо когда я получу эту работу когда у меня будет больше денег вот тогда я буду счастлив или когда я избавлюсь от этой работы потому что она не дает никаких денег вот тогда я буду счастлив это я уже проходила все здесь я уже уже прошу точно точно ты я люблю это апокалипсис от эго Будда называет это ночь перед просветлением ты уже знаешь в чем истина и сейчас то через что ты проходишь сейчас это так называемая ночь перед просветлением ты так называл Будда потому что у тебя уже произошло осознание истины произошло уже понимание того что здесь все происходит само по себе без желаний без намерений без целей и так же это тело оно происходит само по себе потому что это тело это часть мира то есть все действия они совершаются сами по себе осознавание без усилий и так присутствует то что все осознает оно точно так же без усилий и так существует и так осознает то есть истина означает существование без усилий нести нужно расслабиться надо общаться расслабиться ой уй 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 рris была моя любимая поговорка расслабься своем существование это я говорила каждому человеку который был напряжен А сейчас сама оказалась в таком состоянии, что в своем существовании не могу расслабиться. Before I used to say, everybody relax into your existence, to everybody who was tensed somehow. And now it is funny that I found myself now in the same state, but I noticed some efforts within myself. And now I have to relax in my own existence. Relax even in your own effort. Да, расслабься. Даже расслабься по поводу того, что ты не расслаблена. Когда ты напрягаешься, не напрягайся, ну, не надо напрягаться по этому поводу. Потому что все в порядке, как есть. Даже если оно не в порядке, все равно это нормально. Потому что здесь никого нет. Который кто-то бы, который мог бы что-то с кем-то делать. Здесь это просто жизнь, которая живет, проживает сама себя. Ай, Джулия Славлина. Ай, Джулия Славлина. Не сопротивляйся, не нужно с этим бороться. Если хочется плакать, плачь. Ничего страшного. Я с тобой поплачу. Если хочется злиться, пожалуйста. Садность, пожалуйста. Депрессия, пожалуйста. Радость, пожалуйста. Кому какая разница? Кому ты будешь пытаться что-то показывать? Кому ты здесь пытаешься что-то доказать? Кто этот некто? Кому ты пытаешься доказать? Кто здесь кто-нибудь, кому можно было что-то показать? Даже тебя здесь с собой нет, кому бы ты могла что-то доказать? Я должна доказать себе себя что я могу это сделать. Что я могу это сделать. Я это переживу. Я пройду через это. Я соберусь с мыслями, и я буду готовить это. Я сейчас соберусь с мыслями, я пройду через это. Это все галлюцинации. Галлюцинации, воображения, воображения, это все мысли. Тот, кто воображает, это еще одна мысль. Я проведу себя в порядок, и так далее, и так далее. Я сейчас соберусь с духом. Я и какая-то история. Это одна мысль. Все эти истории, что-то там это я сделаю, это куча мыслей. О чем мы здесь вообще разговариваем? Кушет. Да, этот бред никогда не кончится, поэтому... Кушет. Я осознала, что этот нонсенс никогда не остановится. Да. Какой бред? Мой бред. Мой нонсенс. Нет, он будет остановиться. Прекратится, прекратится. Он будет остановиться. Рано или поздно. Он будет остановиться. Это как... Это как дрова в огне. Видите, вы сидите там, и говорите, «О, мой Бог, это никогда не прекратится». Все горит и горит, и сколько уже можно. Никогда не прекратится. Никогда не перегорит, никогда не исчезнет. В конце концов, все равно исчезнут. То есть, что ты сейчас испытываешь, это то, как сгорают эти дрова. То есть, этот костер, огонь, он уже был зажжен внутри тебя. И все эти идеи сейчас такие. Пляшут, сгорая. Бегают в этом костре. Они горят. Видите? И это, в конце концов, остановится. В конце концов, все это превратится в пепел. Рано или поздно. Но именно это я пытаюсь донести, что на самом деле не важно, сколько времени на это потребуется, чтобы все это прекратилось. Потому что достаточно понимания, что вот это все ничего из себя не представляет. тогда ты все это можешь переживать. Я тоже однажды обнаружил, с огромным удивлением, что я чувствую огромную боль в своем колене, и при этом смеюсь над этой болью. О, мой Бог, о, мой Бог. Ау, о, 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 о. Смотри. В одно и то же время столько боли и столько радости. Смешно просто. Когда ты воспринимаешь явление просто как некое явление очередное, уже неважно, какое оно. Когда ты видишь вещи такими, какие они есть, нет проблем. Ты знаешь, в чем проблема? О, мой Бог. О, 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 «Ужасно, так больно! Боже, у меня такая жизнь, ты даже не поверишь! Вообще, что за смысл? Нет никакого смысла, почему это боль?» Вот тогда проблема. Проблема вот в этих. Этот толкователь происходящего, вот в нем проблема. The describer is the problem. The drama queen is the problem. She knows what I'm talking about. Now we have to go. No, переведи, поделись. Чуть-чуть. Проблема, когда появляется некто, кто все комментирует. Это король... Такой русский язык, ничего не поделаешь. Окей, I did it. More or less, I did it. То есть, когда не происходит описание происходящего, тогда все, что есть, просто переживание этого. И когда болит, да, ой-ой-ой, больно. А если что-то приятное, то вау, как прикольно, как масло. И вот такие мысли, ой, как прикольно, это всего лишь будет звук, выражающий происходящее. Но за ним не будет стоять концепция. Не будет стоять какое-то осуждение или оценка. Спасибо. Спасибо. Очень хороший разговор. Спасибо вам. Ну, к сожалению, у нас уже время. Подошло к концу, нам ровно в девять нужно заканчивать. Пять минуты назад, так что все мои... Наташа, Наташа, а списки есть? Да. А где? А? У меня разоремы, я не знаю, они пришли. У нас есть несколько объявлений. На выходе вы можете приобрести видеозаписи сатсангов, встреч с Цезарем. Не знаю, на каком выходе. На каком выходе? На одном из выходов, я думаю, вы можете приобрести диски. И также мы хотим вам сказать, что эти встречи проводятся бесплатно, но всегда за счет средств, которые мы собираем во время самой встречи. Эти деньги, они необходимы для того, чтобы Цезарь мог продолжать заниматься этим вот в таком формате. То есть проведение встреч и его жизнь происходит за счет этих денег. Поэтому, если у вас есть возможность и желание поучаствовать, мы вам будем очень благодарны. И вы можете оставить любую сумму в одной из коробочек на выходе. Спасибо за внимание.